27-летняя Гульнара Усманова живет на 9-м этаже и подъемное устройство ей крайне необходимо. Инвалид с детства с трудом передвигается на ровной поверхности, а из-за нерабочего лифта ей приходится каждый день преодолевать не один лестничный проем, чтобы добраться до работы, а потом обратно. Вот спускаться-то легче. За это время у меня все протирается, и обувь, и все руки. В Гульнаре подъемное устройство вот уже несколько месяцев заменяет мама. Вот я иногда поднимаю вот так на плече. Вот так поднимаю все. Работы по замене лифта по лесной 45 начались еще 5 июля. С вынужденными неудобствами девушка смирилась. Вспоминает, что работники поначалу трудились и день, и ночь. Надеялась, что подъемное устройство запустят раньше срока. Но дождавшись 20-го числа, девушка огорчилась до глубины души, так как в управляющей компании ей сказали, что лифт не будет работать еще некоторое время. Опять три дня, неделю, может три дня, может неделю, всего лишь просто инженерским приехать, это всего лишь буквально часик займет, да, и запустить. Мне в том управлении девушка сказала, что инженерское, если приедет, сразу же запустят. Отдуваться за то, что лифт по адресу лесная 45 до сих пор не запущен, пришлось начальнику участка. По его словам, не так давно здесь была комиссия, которая выявила некоторые недочеты. Специалисты дали время их исправить, все уже практически довели до ума. Осталось дело за малым, уверяет Виктор Иванов. Единственное осталось одно замечание, это заменить основной питающий кабель лифта. Как удалось выяснить, с такой же проблемой столкнулись не только жители лесной 45. Лифт не запущен, срок и Павахитова 14. Там работы завершены, но возникли сложности с документацией. Нет разрешения на запуск с Ростехнадзора, говорят представители. Подъемное устройство Павахитова заработает только через неделю. Вера Муратова, Максим Галимзянов, Новости Татарстана.